Программа создана при благотворительной поддержке Блаватник Фэмили Фондейшн. В ноябре на сцену Большого театра вернулся легендарный балет «Петрушка». Вместе с ним в одной программе шедевр зарубежной хореографии «Артефакт Сюита». Сегодня мы расскажем о том, как Большой театр готовился к вечеру одноактных балетов. С вами Михаил Зеленский. Приехать в Россию, ставить петрушку, мне кажется, некую смелость надо иметь. Фарсайт, он использует, наверное, практически все запасы человеческих возможностей физических. Очень сложно работать с некрасивым персонажем. Это целиком полностью история тел и история того, как ты двигаешься в пространстве. Это нужно слышать, это надо вариться в Стравинском, чтобы танцевать под Стравинского. Ни у одного из четверых нет такого носа. Махар Хасанович, в один вечер на сцене Большого будут показаны такие разнообразные. балеты, как «Петрушка» и «Артефакт». Почему такой неожиданный выбор? Я давно хотел, чтобы на нашей сцене шла работа Билла Варсайта. Мы уже неоднократно договаривались, и пришло время это делать. Что касаемо «Петрушки», я встретился с Эдварда. Он сказал, я бы очень хотел в Большом театре сделать «Петрушку». Я подумал, ну, конечно, с точки зрения некой общей концепции «Вечера» «Петрушка Стравинского» и «Артефакт Суитбаха» и «Хехта». А с другой стороны, почему нет? В 1984 году знаменитый американский хореограф Виллем Форсайт поставил четырехактный балет «Артефакт», а 20 лет спустя он же превратил его в одноактную «Артефакт Суиту». Здесь Форсайт выступил в качестве постановщика, режиссера по свету и художника по костюмам. Вам предстает увидеть смену очень динамичных сцен. Очень сложных с точки зрения танцевального искусства. При этом все вместе сцены очень гармоничны. Это балет с балетом. Балет о балете. Уиллема Форсайта называют вызовом человеческому телу. Хореограф считает, что балет – это язык, и нет необходимости проговаривать по буквам известные слова. Важно не что вы говорите, а как. Как такового сюжета в балете «Артефакт» нет. Я всегда любила больше танцевать сюжетные истории, где есть развитие персонажа, где есть драматическая составляющая. И вот это первый случай, когда бессюжетный спектакль танцевать так же интересно, как и сюжетный. Я люблю и обожаю танцевать бессюжетный балет. Потому что там только есть музыка и тело, и движение, и все. Не надо ничего изображать лицом. Потрясающе. История Форсайта – это целиком полностью история тел. И история того, как ты двигаешься в пространстве, насколько ты занимаешь его. Во многом Форсайт вообще вырос из баланчина, и про этот спектакль он говорил, это было как приношение баланчину. В 2011 году на сцене «Большого» в один вечер были представлены работы основателя американского балета Джорджа Баланчина и его последователя Уильяма Форсайта. Я с Форсайтом уже знаком. 8 лет назад шел Херман Шмерман в театре. Поэтому этому тут не так сильно приходится бороться. Для того, чтобы достойно выглядеть в Петрушке, работать и работать еще вообще. Хореограф Петрушки Эдвард Клюк работает со штутгартским балетом, королевским балетом Фландрии и многими другими известными труппами. В своих постановках Клюк легко переплетает классику с современностью. На сей раз искать вдохновение он отправился в Московский театр кукол. Эдвард, похож этот Петрушка на вашего? Он похож, но совсем немного. Петрушка – это человек, который пытается вести себя, как эта кукла. Здесь все наоборот. Петрушка – это кукла, которая пытается быть человеком. И у него это отлично получается. Попробуете? Конечно. Петрушка будет подцелеть! Эдвард, наверняка подсмотрели какие-то движения у русского Петрушки. Конечно, есть много фольклорных движений. И получается довольно интересный танец. Немного смешно и любопытно смотреть, как ведет себя эта кукла. Сравнивать Петрушку с человеком. Но и человек может стать замечательной игрушкой, если его хорошо натренировать. В народной гулянии появляется некий чародей, здесь-то шарлатан называется. Три характера толпе. То есть Петрушку, которую унижают, которая безумно любит балерину. Балерина сама, которая, к сожалению, предпочитает, похоже, араба Петрушки. И араб, который влюблен в себя. Ни одна моя героиня не была для меня так загадочной. Потому что можно подумать, что это кукла, но это не совсем кукла. Можно подумать, что в ней есть душа, но это не совсем человек. Фокусник дает возможность ощутить Петрушке первые шаги самостоятельные, первый вздох, впервые увидеть Луну. Есть кто-то, кто кукловод управляет тобой, и порой ты неволен что-то делать. Но всегда есть возможность вырваться из этих пут. Сергей Вихарев говорил, что спектакль Петрушка ему нравится своей некрасивостью. В чем она, эта некрасивость? Конечно, очень сложно работать с некрасивым персонажем. Но когда действие начинается, и постепенно мы погружаемся в мир Петрушки, то в этом и есть феноменальный секрет красоты Петрушки, его внутренний мир, его внутренняя сказка. В 1911 году в Париже состоялась премьера балета «Петрушка» в постановке Михаила Фокина. «Петрушку» тут же окрестили русским национальным балетом. Но сегодня хореограф Эдвард Клюк готов сломать этот стереотип. Мы чаще всего слышим такое, что сделай это движение крупнее, сделай его на максимум. А он наоборот говорит, не надо так много. Он любит какие-то такие мелкие моменты, штрихи. И именно требовал, чтобы они оставались какими-то маленькими такими, какой-то изюминкой. Это трудно. И только не надо корпус, только голова. Хореография Петрушки, она такая, на мой взгляд, разрозненная, то есть какая-то точечная, акцентная, жесткая, такая резкая какая-то. Особенностью Эдварда Клюка является абстрактная, минималистичная хореография. Довольно часто он придумывает историю прямо на репетиции. И ты смотришь дуэт, там страшно, что он не смотришь. Вот смотришь на артиста, видишь, кто-то что-то сделал. Хореографу понравилось, и это привносится в спектакль. Мы вместе рождаем это, да, спектакль получается. Поначалу это были какие-то кусочки. Эдвард экспериментировал, пробовал что-то, щупал, как мы можем сделать, как это будет более музыкально, интересно выглядеть и так далее. А сейчас, хоп, это все стало прям, сложилось в спектакль. Сюда входить нельзя, а нам можно. Эдвард, есть какое-то движение, которое родилось в процессе репетиции и постановки, вот буквально в последние дни? Я не считаю процесс оконченным, пока не наступает день премьеры. Я продолжаю говорить танцорам, чтобы они не делали одни и те же движения. Нужно, чтобы они каждый раз были разными. Нужно искать что-то новое. С постановки Петрушки Михаила Фокина начался балет 20 века. Музыка Стравинского, сценография Бенуа и, конечно же, образы Фокина стали настоящей сенсацией. В 21 веке элементы фокинской хореографии прослеживаются в современных спектаклях. Вот эти вот повисшие руки, такая сутулинная спина, в этом, наверное, весь Петрушка. Даже, мне кажется, независимо от костюма, если кто-то в эту позу встанет, то у нас где-то будет там внутри прибелькнет ассоциации с фокинским спектаклем. Это будет русский танец, где мы танцуем троем, друг за другом, держась за палки, которые нас связывают. Это непросто, потому что чуть-чуть кто-то куда-то отклоняется, ошибается, и это сразу вносит диссонанс в рисунок. Насыщенность хореографии в мелких движениях, она должна быть в точном исполнении и в музыкальном, и в техническом плане. Ни один из нас не может опоздать даже на йоту в секунду. Все должно работать как часы. По состоянию здоровья Вильям Форсайт не смог приехать в Москву. Вместо него к спектаклю артистов Большого готовил бывший танцовщик труппы Форсайта, педагог-репетитор и хореограф Ноа Гилбер. Вы внимательно наблюдаете за работой друг друга. Я имею в виду Эдвард Клюк за вашей, а вы за его работой. Все время бываете на репетициях. Самая большая сложность состоит в том, что наши репетиции часто пересекаются по времени. А еще в наших постановках участвуют одни и те же танцоры. На самом деле большая трудность делить этих танцоров. И, конечно, сложно выкроить минутку, чтобы посмотреть на работу друг друга. Когда у меня есть возможность, я первым делом бегу смотреть его репетицию. И я думаю, как и другие хореографы работают. Ребята бегают из зала в зал постоянно. То есть они сейчас были там 2-3 часа на артефакте, потом они бегут на петрушку. Это совершенно разные стили. Совершенно по-другому тело работает. Когда переходишь с репетицию на репетицию, тебе нужно перестраиваться, тебе нужно заново свое тело заставлять и свой мозг работать так. Все, мы это оставляем. Сейчас нам нужно заново вспоминать, что мы вчера делали. Ну вот, вчера у меня проходил сначала артефакт, потом и проходил петрушку. Перестраиваться за такой короткий срок сложно, потому что голова сначала готовится к дому. Учитывая еще, что это премьера, ты исполнишь это впервые, да, готовишься вообще исполнить это первый раз в своей жизни. Конечно, у тебя степень сосредоточенности на максимуме. Мы только начали учить хореографию форсайта, когда болело все тело, потому что, наверное, включаются те мышцы, которые обычно действованы, например, в классических спектаклях. С самого начала для форсайта балет не был способом выстраивания линий и форм. Это была возможность пережить экстаз от непрерывного потока движения. Для меня вообще это первый раз такой, первый раз эксперимент для меня, что импровизация идет в балете. Поэтому иногда ты теряешься и даже не знаешь, что делать. Хореограф отдает тебе какой-то маленький кусочек фрагмент, и ты должен сам на него сочинить то, что хочешь вообще, все, что хочешь. Мне нравится это. Мне нравится работать с профессионалами, которые улучшают свою технику. Это не страшно. Сначала было не очень. Он говорит, что не уверен в данном отрывке танца. На самом деле некоторые движения с каждым разом становятся лучше, даже если по ощущениям это не так. Вообще интересную фразу нам сказали ассистенты форсайта. Танцуя форсайта, ты должен показать все, что ты умеешь делать. Здесь достаточно такие широкие движения, энергичные, амплитудные. И для этого ты должен использовать все тело, чтобы сделать даже одно движение. Конечно, танцевать форсайта – это танцевать, знаете, как на краю пропасти. Все время вы вот граничите, улетите или нет. Вчера мы репетировали снова, и ног шире, больше, дальше, мощнее. Первая вещь, которую я учу девушек, когда мы ставим балет – это широкое движение грудью. Здесь много движений локтями, много дыханий, наклонов. Это очень женственно, очень свойственно женщинам. Но что мне еще очень нравится, она говорит, сделайте так, пусть это будет движение Смирновой. Вот только ты, допустим, сделаешь так. Этот балет очень сложен с точки зрения музыки. Он очень коварен. Его очень сложно учить именно из его особенной музыкальности. Кабаха – это всегда супер. А дальше в других частях уже идет фортепиано, но тоже классно. Только ее нужно очень хорошо знать. Тогда, конечно, она тебе помогает. А если ты ее не знаешь, ты теряешься. Особенность нашей части «Артефакт 1» в том, что мы танцуем под фонограмму. Там уже заложены необходимые акценты, которые сделал музыкант при записи. И как раз существует такой рваный ритм, который тоже нам помогает и дает импульсы к нашим рваным движениям. Или мы точно знаем, где есть эти акценты. Что касается музыки, вы делали постановку на музыку Radiohead. И тут Стравинский. Я никогда не делал это одновременно. Стравинский – один из величайших композиторов. Radiohead – другое. Это часть чего-то очень личного. Когда я был подростком, я часто засыпал под их музыку. Вам потом кошмары не снились после музыки Radiohead? Или именно тогда, собственно, и пришла идея поставить балет «Петрушка»? Творчество группы Radiohead может быть немного депрессивным. Но это помогает, когда у тебя несчастная любовь. Как у нашего Петрушки. Ну, то есть вы на репетициях, вы на самом деле включаете не музыку Стравинского, а Radiohead? Нет, Стравинского, конечно. Музыка Стравинского, не сказать тяжелая, просто в нее дольше, наверное, надо слушаться, чем музыку многих других композиторов. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда композитору было отдано право самому написать музыку. Часто хореограф диктует какие-то определенные сцены и какие-то определенные нокальные моменты. Здесь же инициатива целиком исходила от композитора. Поэтому мы имеем такое замечательное произведение, наверное, одно из самых популярных произведений Стравинского. Я не слышу вашу первую ноту, поэтому мне сложно дальше. Как-то это все ловится. Та-та-та-там, первая нота. Я слышу только вторую, третью. Есть свои сложности исполнять спектакль под музыку Стравинского, потому что у него не всегда есть квадрат. Кажется, иногда заканчивается фраза, и вдруг начинается она, не досчитав квадрата. Под хороших композиторов, по-моему, вообще не просто танцевать. Сначала у него была в голове музыкальная пьеса, как соревнование рояля с оркестром. То есть пианист начинает импровизировать, что-то играть, оркестр все больше злится. Вот это вот столкновение рождает эту пьесу. Махар Хазанович, сложная музыка Стравинского, сложная музыка Петрушки. Мне кажется, что хореографы не очень любят ставить этот балет. Не то, что не любят ставить. Все хореографы, мне так кажется, всегда склонны 10 раз подумать, чем начать работу на музыку Стравинского. Хотя все творческие люди мечтают, конечно, прикоснуться к этому великому произведению, великому композитору, который вообще, мне кажется, поменял мир в музыке абсолютно. Музыка Стравинского, она гениальна. Он сочетал в ней все, весь переход образа, всю трагедию Петрушки. На самом деле, мне кажется, Эдвард очень смелый человек, потому что, да, один из самых русских балетов и такая русская музыка. И приехать в Россию ставить Петрушку, мне кажется, некую смелость надо иметь. Обрести смелость Эдварду помогает художник по костюмам Лео Кулаж. Вместе с хореографом он работает уже 20 лет. Готовясь к балету Петрушка, Лео досконально изучил русское искусство. Все вдохновение от русской живописи, от русских художников. Они использовали такие цвета в своих полотнах. Стравинский писал великолепную музыку, а в то же время Малевич, Кустодиев использовали эти цвета в своем творчестве. Именно эти насыщенные яркие цвета. Действительно, костюмы в народном стиле. На них есть складки. Видите складки, что характерно для русского костюма? А также и цвета, характерны для русского костюма. Вот, например, кобальтово-синий. Здесь, в пошивочном цехе, мы шьем штаны для рапа. Для этого героя подходит кобальтово-синий цвет. Штаны немного в восточном стиле. Они чем-то похожи на шаровар. У них необычный крой. Но при этом, в целом, они классические. Очень современные. Араб, может быть, будет с голым торсом. И останутся только вот эти вот штаны. И у меня были опасения, что не очень удобно в них танцевать, потому что они такие объемные. То есть вот в этих местах по шву они плотные, за счет этого держат форму. Но оказалось, что очень все удобно. Мы пришли к тому, что главные герои должны быть одеты в стиле минимализма. Костюмы должны быть довольно аскетичными. Художник Лео Кулиш, когда он был на примерке, он хотел добиться, чтобы у нас было такое фарфоровое тело. Свет фарфоровой куколки. Он такой бледно-розовый. Или это слоновая кость. Вот он добивался этого. И, в общем, костюм достаточно простой. Сначала был похож на западного Пьеро. И сами художники тоже это отменили. Сейчас мы уже больше смахиваем на русского петрушку. Мы добавили румяна, прям такие щеки. Мы добавили немного глаз. Добавили немного живого в этого персонажа. Создавая сценографию к спектаклю, Марко Япель планировал установить на сцене колокола. Он много раз рисовал эскизы, пока вдруг не понял, что декорацией к спектаклю должно стать что-то совершенно иное. Марко, сколько вы обошли сувенирных магазинов, прежде чем поняли, что на сцене в балете Петрушка будут матрешки? На самом деле я не был в сувенирных магазинах. Матрешка знакома мне еще с детства. Моя мама привезла их из России в конце 60-х, 70-х. Мама всегда держала их у себя. Но иногда нам все-таки разрешали с ними играть. То есть, как бы сказали психологи, все проблемы из детства. И никаких других декораций к этому спектаклю Петрушка быть просто не могло. Думаю, что я подчеркнул из детства много хорошего. Да и вообще быть немного ребенком очень полезно для моей профессии. Будут ли двигаться ваши матрешки вместе с танцовщиками? Да, функции матрешек такие же, что и у танцовщиков. Они часть представления. И они, конечно же, двигаются. Нам легче их видеть, чем видеть матрешкам нас. Рабочие, которые управляют ими, им тяжелее. Они это, знаете, как машинный пешеход. Все отрепетировано. Все знают, кто куда едет, кто куда бежит. Но всякое может быть. Мы готовы. У нас всегда открыты глаза. Мы всегда внимательны. Если балерин, то, пожалуйста. Если танцовщик, то не надо. Да, спасибо, не надо. Вы молодец. Если мы рассмотрим архивак. Смотрите, никаких декораций. Это была практически первая его работа, когда он начинал и возглавил труппу во Франкфурте. У него не было особо денег декораций делать, костюмы делать. Вот он же ведь сам начал и свет делать. И посмотрите, ничего нет. Голые тела, комбинезоны. И это сегодня неотделимо от хореографии. На то он и форсает. Костюмы предельно простые. Всего два цвета. Одни танцоры в желтом, другие в зеленом. И это сделано для того, чтобы внимание было на самих танцорах. Что создает атмосферу? Так это необычное освещение. Сцена пуста. И она пуста настолько, что можно видеть, что происходит за ней. Нет проходов, в которых спрятаны прожекторы. Ты смотришь на абсолютно открытую сцену, как будто ты зритель. Мне кажется, вообще красота в простоте. Потрясающие тела физические. Это же классно, красиво. Получается, мы вообще ничего не прячем. Этой постановкой Уильям Форсайт признается в любви к балету. Свет, музыка, пластика – идеальное сочетание для выражения чувств. Я думаю, что перед светом стоит задача сделать танец видимым. Это то, чего хочет достичь Билл. Он хочет не прятать, а выделять танец и делать акценты на важных вещах. В артефакте, например, большую роль играют руки. Есть танцоры, которых практически не видно. Не видно их лица, но видно всю динамику рук. Особенно, когда свет падает сверху, а руки полностью обнажены, и можно видеть всю происходящую геометрию. Это и есть прекрасная характеристика искусств. Оно заставляет нас переосмыслить сложившиеся идеи и традиции. Оно заставляет нас увидеть то, что на первый взгляд кажется необычным. Но главное – заставить танец, как и живопись, вокальное искусство, драматический театр, кино развиваться. То есть это можно сравнить с переходом из дневного кино в звуковое? Это очень глубокий вопрос. И скорее это касается перехода из одного жанра в другой. В этом спектакле очень много кардебалета. Кэтрин с ней спросила, а ты когда-нибудь стояла в кардебалете? Я говорю, нет, Кэтрин, никогда. Ну, добро пожаловать в кардебалет. Мне кажется, это здорово танцевать вместе, друг кау, друг с другом, чувствовать друг друга, понимать друг друга, ощущать друг друга. Смотреть глазами, понимать, что вот сейчас. Вы прекрасно знаете, что в русском балете существует институт премьеров. И вы опять решили все сломать и заставить прим танцевать в кардебалете. Зачем? Не думаю, что я нарушил какое-либо правило. Я просто считаю, что в 2018 году эти правила не актуальны. От многих первоклассных танцоров по всему миру я слышал, что они готовы на все, лишь бы поучаствовать в балете форсайта. Они готовы танцевать в последней линии кардебалета, только чтобы участвовать в постановке. Знаете, маленьких партий их не бывает, да? Каждая партия требует особого подхода и особой работы, чтобы это в итоге выглядело хорошо. Мне очень нравится начало, первый танец Масу. Очень какое-то настроение, мне кажется, прям Эдвард попал в настроение музыки. Когда перед тобой большое количество артистов, которых нужно собрать, чтобы они исполнили свою задачу синхронно, чтобы это было ровно, это нужно просчитать. Музыка Стравинского довольно сложная для просчета, поэтому потребовалось немало усилий, времени, чтобы мы это все сделали так, как это нужно. Вообще конструкция может быть, конечно, не очень тяжелая, но ужасно неудобная и некомфортная. Вот так идти втроем и пытаясь не запнуться, невероятно тяжело. Зато мы можем танцевать. Завтра уже прогон, а мы до сих пор не знаем, кто будет танцевать премьеру. Так кто же выйдет на сцену в Петрушке и в Артефакте? Хороший вопрос. А давайте мы его спросим. Эдвард, у меня вопрос к тебе. Кто у нас первый спектакль будет «Петрушка танцевать с Авен»? Я сказал, у нас есть сейчас три состава. То есть тебе трудно найти. Хороший спектакль. Для нас это замечательная ситуация, для меня особенно. А для артистов? А вот замечательно, вот опередили. Конечно, каждый актер хочет выступить первым. И часто же бывает, что, решив, кто будет первый спектакль, остальные или там вторые обиженные, берут больничные, еще что-то. Как-то они хотят выразить свой протест. Но в данной ситуации, я думаю, никакого протеста не должно быть. Потому что вот разговариваясь с Эдвардом, он говорит, слушай, ну этот потрясающий, этот, она замечает. Я, я говорю, пока не понимаю. Давайте так думать. У вас будет три по разной премьере. Три разные премьеры. Три разных состава. Прекрасный вариант. Один из выдающихся хореографов 20 века, Джон Ноймайер, ставил Петрушку в гамбургском балете в 1982 году. Его спектакль был очень похож на фокинскую версию. Сегодня Джон пришел на генеральный прогон Петрушки в Большой, чтобы увидеть постановку Эдварда Клюга. Эта идея с куклой очень оригинальна, с моей точки зрения. Но вы должны были как-то подвести зрителя к этому. Идея раскрывается слишком поздно. Что-то должно было предзнаменовать появление. А такое ощущение, что вам только в середине представления пришло в голову этой идеи. И выход куклы мне не кажется столь интересным. Хотя все гармонично с музыкой. Меня очень беспокоит финальная часть. Я долго думал над этим. Рассуждал о деревянной кукле. Думал, как написано в либретах. Но меня это не совсем убедило. Даже сегодня, когда смотрел на последнюю сцену, соло, думал, может вообще сделать так, что деревянная кукла появляется среди людей. Мне кажется, ничего менять не нужно. Мы некоторое время назад, практически месяц назад, виделись с вами в Театре кукол. Что за это время изменилось в спектакле? Ничего страшного. Ничего страшного. Наши куклы готовы сейчас для вас. Я думаю, для них. Они понимают, чувствуют, как куклы и как люди тоже. И это очень интересно. Вы знаете, что самое сложное для солистов Большого театра было? Счет, 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 счет. Приехать в Большой театр с артефактом именно сейчас – очень амбициозный шаг. Этот балет предполагает, что артист делает намного больше, нежели то, к чему он привык. Это выходит за рамки того, что они умеют. И я надеюсь, что это станет проектом, о котором они вспомнят и скажут. Вот это да! Артефакт Сюита и Петрушка для артистов Большого, воспитанных на классической балетной школе – это прежде всего вызов самим себе. Так что сегодня нас ждет невероятно зрелищное действие. Субтитры создавал DimaTorzok Это просто гипноз. Абсолютный гипноз. Абсолютное вообще попадание в музыки, техники. У меня восторг. Труппы выглядят в этом балете очень красиво, потому что костюмы Форсайта не скрывают физические субстанции артистов. Для меня была интересна Ольга Смирнова, которая впервые сделала партию в таком непривычном для себя стиле. Мужчины во второй части были замечательные. В этой конкретной редакции здесь все очень тонко и нет задачи сыграть человека. Перейти прямо на какие-то человеческие эмоции. То есть все-таки больше они остаются куклами. Эдвард, мне кажется, сделал такой финал. Их последние позы. Петрушка стоит в очень естественной человеческой позе. И шарлатаном замирает в позе Петрушки. Мне кажется, об этом спектакль. О чувствах. Вера достаточно удачная для большого театра, потому что удалось сочетать две вещи очень важные. Во-первых, то, что уже стало классикой 20 века, это Уильям Форса, это артефакт. И показать новую редакцию, совершенно новую. И созданную для большого театра балета Петрушка. И мне кажется, что абсолютно закономерно вот в один вечер показать такую классику и современную интерпретацию классики. Ну а теперь тот самый момент, когда мы разыграем билет в большой. Чтобы получить его, вам надо правильно ответить на вопрос, который задаст Андрей Шавель. Первый петрушка Советского Союза. Партию Петрушки исполняли многие великие артисты балета. Но лишь для одного из них эта роль стала криком души. Словно он исполнял себя. А теперь вопрос. О каком артисте идет речь? И почему он остался в истории балета в образе Петрушки? Ответы присылайте на электронный адрес нашей программы tv-билет-собака-большой.ру С вами был Михаил Зеленский. До встречи в Большом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова